Приветствую вас на своем канале, меня зовут дядя Митя, и я показываю вам самые интересные места с богатой историей. А сегодня я вам хочу рассказать про Адмиралтейскую площадь. Приходом к власти Петра Первого Воронеж стал считаться колыбелью морского флота, ведь именно здесь начали строить первые петровские корабли, а на месте Адмиралтейской площади были петровские верфи. Территория вокруг начала обрастать домами мастеров. Даже есть такая легенда, почему в Воронеже самые красивые девушки. Да потому, чтобы не сбежали мастера в другие города. Раньше, если девушка дожидалась парня из армии, выливали пушку, а если нет, то сажали деревья. Так давайте посмотрим, сколько у нас лесов и единственная царь пушка. В конце прошлого столетия была построена площадь. Среди местного населения можно услышать несколько иное название – Адмиралтейка. А также очень часто ее называют Адмиралтейской набережной, так как она расположена рядом с водохранилищем. Площадь имеет полукруглую форму. Адмиралтейская площадь была открыта на день города в 1996 году и посвящена 300-летию российскому флоту. Одним из элементов этой площади является колонна. Она изображена в виде корабля с мачтой. Высота растральной колонны составляет 28 метров. Площадь украшена растрами. Это так называемая носовая часть. В силуете колонны можно увидеть фигуру якоря. Вход на Адмиралтейскую площадь выполнен в виде триумфальной арки. Многие молодожены любят сюда приезжать и фотографироваться. Который символизирует выход Российской империи к морю. С обеих сторон к ним примыкает цепочка белых мраморных колонн. Важным элементом на площади является музей-корабль. Он представляет собой копию исторического судна «Гота Придистанция», что означает божье предвидение. Первого линейного корабля, возведенный под контролем Петра Великого. На корабле присутствуют разные украшения. Мачта с оснасткой, оборудованные внутренние помещения. Это прекрасная возможность познакомиться с работой, жизнью и бытом моряков эпохи зарождения русского флота. За моей спиной пришвартован макет корабля «Гота Придистанция». Такие судна Петр Первый строил в Воронеже. И здесь же находится музей императора. Корабль-музей был спущен на воду в 2014 году и сразу же стал главной достопримечательностью города. Перед судном были также установлены пушки. В Адмиралтейской площади проводятся разные концерты. А также в 2018 году здесь велась прямая трансляция чемпионата мира по футболу. Древнейшая в городе Успенская церковь в 17 веке называлась Адмиралтейской. Она была значимой для моряков. Здесь перед плаванием освещали корабли. В 20-х годах прошлого века церковь на Адмиралтейской площади Воронежа была закрыта. Но сейчас она возобновила свою работу. Интересным фактом является, что Андрейский флаг был освещен именно в Успенском соборе в 1699 году. Адмиралтейка пользуется популярностью в летнее время, так как именно здесь можно записаться на прогулку на катере, посетить плавучий музей, гото при дистанции, покататься на роликах, на велосипеде, а вечером можно посидеть в автомобиле с девушкой и полюбоваться красотами левого берега. Молодоженый считает Адмиралтейскую площадь счастливой. На ограде набережной множество замков с именами, которыми пара символизирует нерушимость своей семейной жизни. Находясь на площади, захватывает дух от величия Воронежского водохранилища. Оно было построено в 1972 году и является одним из самых больших в мире. В этом году из-за отсутствия снега, многие горожане стали выходить на лед и кататься на коньках. Кому понравилось мое видео, не забывайте ставить лайки. Меня зовут дядя Митя и всем удачи и пока.